В этот день, 23 июля 1711 года, состоялось подписание Прутского договора, согласно которому Россия возвращала Турцию в обережье Азовского моря. В этот день, 1923 года, на базе больницы графа Николая Шереметьева был открыт институт имени Склифосовского. 23 июля 1944 года советские войска освободили фашистский лагерь в Майданок, в предместе Люблина, в Польше. В этот день родились Сергей Трубецкой, профессор философии, отец другого известного философа Николая Трубецкого, патриарх московский всеяруси Пимен, «В миру» Сергей Извеков. Михаил Матусовский, композитор, автор советских шлягеров, «На безымянной высоте, с чего начинается родина». Петр Вяземский, поэт. Петр Вяземский принадлежал древнему княжескому роду, славному своими делами. Отец Петра занимал высокое положение при дворе и носил чин тайного советника, что соответствовало генералу. Мать, Ирландка, при крещении приняла имя Евгении и отличалась большим художественным вкусом. В частности, именно она научила маленького Петра любить и понимать поэзию. Вот как поэтически описал сам Вяземский рождение своего творчества из двух культур. «В моей груди есть с кровью славянина ирландская дочери наследственная кровь. От двух племен идет мое рождение, и в двух церквях с молитвой одной одна любовь, одно благословение пред Господом одним сливались надо мной». Петр Андреевич был истинным дворянином. Единственный наследник богатого папеньки, он французский знал не хуже русского языка. Что характерно, его первое стихотворение «Эльмира и фонор», которое он написал в 10 лет, было на французском языке. Одно уже увлечение поэзией говорило об его образе жизни. Ведь тогда профессиональных литераторов еще не было, и пьедством можно было заниматься только на досуге. Но Вяземский был одним из тех поэтов, на плечах которых выросла большая русская литература и ее золотая эпоха. Будучи патриотом в 1812 году, Вяземский вступил в московское ополчение и застоял при генерале Илорадовиче. Ему довелось участвовать и в знаменитой Бородинской битве, где он чудом остался жив под прицельным огнем. Под ним в течение дня погибли две лошади. Хорошо известно, что его рассказы об этом событии послужили одним из источников Льву Толстому в описании Бородина в «Войне и мире». Вероятно даже, что Вяземский стал одним из прототипов Пьера Безухова. Во время царствования Александра I Петр Вяземский прославился тем, что безукоризненно выполнял сложные дипломатические задания. А при Николае I он служил в Министерстве финансов и стал директором Государственного заемного банка, что было крупным достижением в карьере. Его служебные связи весьма помогли творческой деятельности. Скажем, Вяземский очень сблизился с министром народного просвещения, что помогло с публикацией произведений, минуя цензуру и мнение редакторов. А его стихотворения отличались порой неуемной иронией. Несмотря на то, что его творческие образы не отличались особой оригинальностью, зато язык его притч, бассейн и пиграм был неизменно меток и критичен. Вяземский попробовал себя и в журналистике, и его статьи пользовались большой популярностью современников, что отмечал его хороший приятель Пушкин. Тот вообще очень ценил критические статьи Вяземского. Крупным вкладом в русскую литературу была книга, посвященная творчеству Фан Визина. В этом произведении Вяземский дал не только очень тонкие и верные оценки писателю, но и все эпохи. Как говорил сам Вяземский, можно родиться и оратором, и поэтом, но критиком можно только стать. Красноречие и поэзия – это щедрые дары природы, но критика является наукой, которая подлежит внимательному изучению. И хорошему критику, помимо обширной знании, требуется еще и отменный вкус. Очерки о творчестве Пушкина, Батюшкова и целой плеяды писателей и поэтов того времени также заслуживают внимания и восхищения. К сожалению, здоровье Вяземского подточила коварно-нервная болезнь, и он был вынужден проводить много времени на популярных в то время европейских курортах в надежде выздороветь. Но было только хуже. Состоялся лишь один прижизненный сборник его произведений, изданный в 1878 году графом Шереметьевым. В этом же году Петр Вяземский умер за границей в Баден-Баден.